Это утро дома. К нашему эфиру присоединился журналист проекта схемы на Радио Свобода, автор книги 1937, которая на днях увидела свет Максим Савчук. Максим, вы написали книгу о бизнес-политической деятельности Виктора Медведчука. Почему такое странное название? Откуда оно? Расскажите. Смисел в том, что цифра 1937 – это номери автовки Виктора Медведчука и его бронированного Мерседеса, за которыми они полювали под Верховной Радой. Когда он приездил туда, снимательная группа чатировала на Мерседесе с номерами 1937. Цей номер, ця автовка, в каждом разделе книжки, когда нужно запитать Виктора Медведчука, поставить ему незручные вопросы, я решил, что 1937 будет хорошей названием для книжки. Максим, расскажите, пожалуйста, с чего все началось и почему вы решили журналистское расследование трансформировать в книгу? И когда на весне 2021 года самая история стала основанием для одного из криминальных проведений Медведчука, я понял, что история заключалась. То есть, было расследование в 2018 году, в 2021 году Медведчук получил звенувачивание именно по этому кейсу, и я решил, что цикл этих расследований, в принципе, складывается в какую-то историю, завершенную. И завершилась она на тот момент обвинувачениями, которые ему огласили СБУ, Генпрокуратура Украины. Но пока книжка готовилась, то она закончилась уже с отриманием Медведчука и доводилось трошки кориговать уже под час войсковых действий. В книге есть моменты о работе, расследовательской деятельности. Почему вы решили приобрести журналистскую кухню публики? Ну, я думаю, что это не так. Ну, бывают и такие случаи, но в моей практике где-то 80% это истории, которые возникли из ничего. То есть, просто коперсался в реестрах, знайшов одну компанию, другую, третью, признался, чем они занимаются, и таким образом знайшов какие-то активы, какие-то бизнесы, какие-то это все. А кроме того, там, что очень много разных историй, которые проживает снимательная группа, готуючи расследования, они тоже часто отображены. И я думаю, что таким образом аналитичная информация, которой очень много там книжек, она трошки разбавляется этими настоящими историями, которые редакция расследователей переживала, охотуючи той или иной материал. Максим, были ли какие-то угрозы со стороны Виктора Медведчука и его команды в связи с работой над книгой и ее выходом? Понимаете, когда мы уже договорились с Виктором про выход цей книги, мы трималися в таемнице и не говорили про то, что готуется такая книжка. Я могу только сказать, что мне довелося переговорить с очень многими Викторами, еще тогда влитку. Дуже много кто отмолвался через то, что мали опыт одной из видовниц прави Стуса книги, и там начались судовые процессы, и никто не хотел лезть с Медведчуком в судовые процессы через выдание книжки. И на том этапе он не знал, и мы все это все сохраняли в таемнице, а теперь, когда книжка вышла, мне кажется, что ему сейчас совсем не до того, чтобы кому-то погрожать. И я думаю, что у него просто возможности, даже такого не имеет. Какой была ваша реакция на задержание Медведчука? Это была приятная несподиманка. Мы его пытались найти подчас уже военно-воседневных действий, когда появилась информация, что он втек. Мы тоже проработали певную работу. То есть мы получили много информации, что он может в монастырях ховаться, потому что там начебто его друзья ховали на Закарпатии. Мы ехали туда, про то, что он на даче в Жданево. То есть мы получили очень много информации, непереверено, и сами хотели найти Медведчука. И снова таки ориентировали на 1937 номера автобуса, где-то, может, біля монастыряча, біля какой-то адресы стоит. Нам это не удалось найти, но потом стало приятная несподиманка, что наши спецслужбы таки следовали за ним, контролировали процесс. И тогда уже появились фотографии с его затриманием. Я зрозумев, что спецслужбы в данном случае спрацювали лучше, чем мы. Но в них и больше ресурсов. Мы знаем, что сегодня книга существует только в электронном формате. А планируется ли ее бумажная версия? Ситуация такая, что сейчас действительно можно купить книгу в электронном виде и сразу ее читать. Я думаю, что сейчас это лучший вариант, хотя обычно выдают, наоборот, сначала паперово, потом электронно, потому что электронно можно там спиратить и безкоштовно читать. У нас история совсем другая. Мы заходим из того, что мы продаем электронную книгу, которую можно читать на гаджетах, которая доступна в будь-якому месте, где есть интернет. Что сейчас очень важно, потому что книгарные сейчас нескорее працют, и поштовые отделения также нет. И вместе с тем стартовал предпродаж книги. То есть можно купить себе паперовую версию, которую получить уже 10 червня. То есть паперовая версия также планируется, просто она выйдет позже. История такая, что я с этой книги не отримую ни копейки, передаю все кошты, и сегодня будут виды отрахования на наши Збройные Силы. Спасибо, Максим. Дякую, замовляйте. Было приятно поспілкуватись. Да, с нами сегодня в эфире программа «Утродома» был журналист проекта «Схемы» на Радио Свобода Максим Савчук, который является автором книги о Викторе Медведчуке «1937». Субтитры создавал DimaTorzok